Хорошо. Эта лекция объявлена как аргументы и факты про свете науки, но науки здесь мало, я в общем дилетант, а просто скорее анализ и логика. То, что я хочу сегодня рассказать, поговорить про народы Ханаана. В трех книгах Танаха невероятное количество народов, и они на первый взгляд выглядят как все на одно лицо, но на самом деле они разные. Вот я решил в этом разобраться и рассказать о своих изысканиях. Напоминаю, что я тут, это все-таки история, древняя история, я тут не специалист, а дилетант. И то, что я умею, это просто анализировать. Давайте сначала посмотрим краткий рассказ о какой исторический фон, на каком историческом фоне происходят библейские события. Древнего Ближнего Востока. На карту Ближнего Востока. Начнем совсем издалека. Первое государство образовалось вот здесь, это Шумер, это там минус 3,5 тысячи лет до нашей эры. 2000 лет до нашей эры была, видимо, очень большая засуха, и все изменилось. Вот здесь, в Сирии, были племена амурейцев, и они распространились сюда, и образовали несколько государств, Ассирия, Вавилон, и хорошо потеснили Шумер. Они же просочились вот сюда, в Ханаан, и здесь появились амурейцы. Где-то 2000 лет до нашей эры. Параллельно с этим, вот сюда, Анатолий, это сегодня Турция, пришли индоевропейцы, хеты. И они просочились тоже частично в Ханаан. Кроме того, вот в этом месте, это то, что сегодня называется Курдистан, там жил народ Кури, который не семиты, не индоевропейцы, как бы непонятно что, но у них, они тоже сделали свое государство, и они, их поселенцы тоже продвинулись в Кана. Дальше у нас появляется Авраам. Авраам, это примерно минус 1750 год. Что при этом произошло? Вот в Междуречии, значит, из всех мелких государств, самый крупный оказался Вавилон, там был Хамурапи, царь, мы его знаем, крепкий царь, и, видимо, от этой крепкой власти семейство Тереха и Авраама ушло вот сюда, в Харам. Харам тогда был не в пределах Вавилона, а там было государство Мария. В общем, подальше от крепкой руки Хамурапи. После этого Авраам спустился в Хана. Тут в тексте Торы говорится, что он жил в Паданарам. И вот здесь, видите, написано, Паданарам. Но это аберрация. Что это значит? Во времена Авраама арамейцев никаких не было. И когда в Торе написано, что Авраам переехал в Паданарам, говорит, ну как же, не может такого быть, Тора написано намного позже. Но мы сознаем, что Тора написано для читателей. То есть там, для тех читателей, когда была дана Тора, на горе Синае, там какой-то, в минус 12-13 век, когда арамейцы уже были. Поэтому этот район, где Авраам жил, называется Паданарам. Во времена Авраама это называлось государством Мария. Но оно к моменту Синаевского откровения исчезло напрочь. Поэтому там говорится Паданарам. Но надо помнить, что арамейцев тогда не было вообще. Теперь мы возвращаемся к Аврааму. Он пришел в Эльцесраэль. Он там встретил разные народы. Мы сейчас поговорим о них. Но тут важно вот что. Дальше Авраам уходит в Египет. Что мы знаем из истории? Мы знаем, что где-то минус 17 век до нашей эры было какое-то смутное время. Видимо, там были климатические изменения, голод. И в общем, все поменялось. То есть, в это время происходит завоевание Египта гексосами. Это минус 1640 год. Кто такие гексосы? У них имена семитские, а техника индоевропейская. У них колесницы и кони. Это то, что пришлось с индоевропейцами. Колесницы, кони, бронзовое оружие – это все европейское изобретение. До этого коней и колесниц нет. Кто такие эти гексосы? Никто не понимает. Одна из версий – это вот какая. Вот здесь, мы говорили, были такие хори, и туда еще пришли индоевропейцы, и получилось государство Метания. И у них были лошади. И вот мы говорим, вот тут жили хори, а вот здесь, вот и дома, жили хореи. Мы знаем, у Станавча жили хореи. Наверное, это одни и те же. Вот, наверное, эти люди как раз и завоевали Египет. Ну, мы не знаем, кто такие были эти гексосы, но это вот, так сказать, приход Авраама в Египет, и это как бы судейство об общей неустойчивости. Значит, дальше Авраам возвращается, и начинается уже как бы более разумная история. Более, так сказать, детальность. Когда Авраам зашел впервые к нам, вот был Бритбейн Абатарим, и Бог говорит Аврааму, Ашем говорит Аврааму, что эта земля, в общем, будет тебе, но только через 400 лет. А пока, так сказать, нет. И вот он говорит Амуре. Кто такой Амуре? Это жители страны. Ну, это скорее собирательное название. Мы сейчас это поговорим дальше. На самом деле, там было много народов. И вот, что говорит, перечисляют эти народы. То есть, в общем, весь, все, все, что у этих народов, все дам вам. Давайте посмотрим, где это по карте. Значит, вот карта, которую я нашел. Но вот карта Рецесаэль, вот это Мертвое море, вот это Кенера. Вот тут название разнообразных народов. Значит, тут все немножко перепутано, потому что тут разные временные пласты. Вот мы сейчас об этом разберемся. Нам пока важен список. Значит, мы все знаем, значит, семь кананских народов. Вот список кананец, амрец, хета, хиви, уси, фрези, гиргаши. Они все враждебные, всех их надо завоевать и их землю забрать. Значит, у нас есть Рафаим, это великаны, там Кениты, Кенезийцы, Кадмуни. Они вроде бы не враждебные. Но вот Бритбен-Набатарим, их земля обещана в рам. Значит, у нас есть еще персонажи. Филистимане, Маликитяне, Медяне, Нитяне. Они все враждебные, но про их землю ничего не сказано. И Аврааму про них ничего не говорится. Ну, и есть еще ОМОН, Муафа и Дум. Это как бы они родственные, то есть у плана Авраама не было. Они враждебные, но их землю, в общем, мы вроде не завоевываем. Теперь посмотрим немножко более детально. Вот нарисовано, кто где жил. Кое-что правильно, кое-что неправильно. Сейчас посмотрим более внимательно. Это такая общая карта времен как раз между Авраамом и после Авраама и до исхода из Египта. Это период, когда все государства крупные, окрепные. Вот здесь у нас Вавилон, вот здесь Осирия, вот здесь Метани, это Хурите. И вот здесь Хете. А вот это все Египет и Эрцкнаан, в общем, находится под Египтом. Теперь, что нам еще надо знать? Ну, мы, наверное, вернемся к этой карте. Сейчас, сейчас. Первоначально было так. Теперь самые крупные игроки для нас, вот этот Эрцкнаан, Эрцкнаан, это был Египет и Хетты. Была битва при Кадыша, они схлестнулись эти две империи, 1238 год, и поделили вот примерно так. Вот север у Хеттов, то есть современный Ливан, а юг у Египта. Дальше, на границе 11-12 века произошло что-то такое очень среднее, серьезное, и весь этот расклад поменялся. Видите, здесь крупная империя. После этого все развалилось. Это коллапс бронзового века называется. То есть это минус тысячи, вот примерно минус 1200. Тогда это как раз смена бронзового века на железное. Вот, тут видно движение, все пришло в движение. Значит, что произошло в результате? Империя Хеттов пала, Египет ужался, Метане, по-моему, попало под Осирией, и здесь образовалось много мелких народов. Значит, сейчас мы увидим. Нет. Сейчас. Немножко перескакиваем. Сейчас, сейчас. Так, образовалось много мелких народов. Значит, вот примерно в это время образовались арамейцы, вот здесь в Сирии. Пришли Муав, Эдом и Омон образовались в это время. И евреи как бы пришли, вышли из Египта и тоже сюда пришли. Но евреи как бы оказались, ну, последними на этом празднике жизни. И им пришлось завоевывать свое место под солнцем уже как бы последним. То есть, когда весь мир перекроился в результате вот всего вот этого, евреи пришли последние. Но, так сказать, досталось немало. Так, теперь я немножко перескакиваю назад. Значит, такие народы в Хунаане были во времена Авраама. Они перечисляются и в книге Дворим. В книге Дворим Муше перед тем, как в степях Муава говорит свою, так сказать, напутственную речь, свое завещание. И начинается это с какой-то географической преамбулы. И говорится вот о чем. Вот были древние народы. Рафаим там, великаны, вот они здесь жили. Они назывались там Зузимы, Мим. Вот их территория, Анаким. Были Авеи, вот они здесь живут. Были Хори, вот они вот здесь. Были там Кениты. Значит, Рафаим, были Рафаим, а стали, их завоевали Амон и Муафы. Были Авеи, а их завоевали Филистимлини. Были Хори, а их завоевал Идон, с ними слился. А вот, видите, так сказать, а вот для вас, для вас, евреев, вот семь хунанских народов. Значит, как предыдущие, то есть, Эдон, Муаф, Филистимлини, как предыдущие новые народы, то есть, завоевали старые народы, так и вам теперь придется, вот, вот ваш область, ваш шетер, вот его завоевали. Видите? Рафаимы, были здесь Рафаимы, они немножко остались. Вот здесь, но вот тут и тут, и тут, сейчас нет, тут и тут были Рафаимы, завоеванные Муафитянами и Амонитянами. Здесь был, там, неизвестно чей кусок, пришли Амориты, его завоевали. Здесь были Хорим, пришли Эдумиты, с ними это завоевали, слились, вообще теперь это Эдон. Здесь были какие-то безвестные Авеи, пришли Филистимлине, народ моря, тоже, так сказать, получили свой шетер. А вам теперь надо... Извиня, а можно спросить, ты показывал предыдущую карту, на которой вся эта территория, в те времена, так я поняла, Вавраама, они были под эгидой Египта, да, но тем не менее, там сидели эти народы, у которых был протекторат, или как это называется, египетская... Ну, смотрите, это... Я правильно поняла? Сидел египетский наместник и смотрел, что все было в порядке. Да, 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 а были другие народы, а потом влияние Египта ослабло, и туда пришли на эти места другие народы, правильно? Тут немножко хитрее, значит, влияние Египта ослабло, пришли филистимлине. Ага. Теперь, те филистимлине, которые мы знаем во имена Авраама, это, видимо, какие-то другие, они просто называются филистимлине, потому что они жили в том же месте. А реально филистимлине, которые мы знаем, которые, так сказать, похоже, пришли из Крита, они здесь поселились, и они вроде были независимы, а вроде у них был союз с Египтом. Смотрите, влияние Египта доходило до Гезера. Гезер это у нас где? Гезер это вот здесь. То есть, в общем, все эти мелкие народы писали в Египет жалобы, то есть, просили их разобраться. В общем, по-моему, это было очень похоже на Золотую Орду. То есть, как все, вот, как бы, Московский Рос времен Золотой Орды. То есть, там где-то далеко есть правительство монгольское, а князья управляют своими странами сами, а для разборок обращаются в центральную власть. Ну, сейчас нам это не важно. Я просто хочу сказать общую панораму. Не, но я хотела понять, вот в этот момент, когда уже выход из Египта, там уже нет египетского влияния или еще есть? До Гезера где-то есть. А, еще есть. До Гезера еще где-то есть. То есть, какие-то дороги там контролируют? Египтян там, как бы, вроде нету, но считается, что это территория Египта. Вот так скажем. Скажем так, сфера влияния. Это как бы сфера влияния Египта. Все. Теперь, вот, евреи должны завоевать вот эту область. Теперь давайте просто поговорим, кто кто. Значит, кто такие канонейцы? Мы знаем, географически мы знаем примерно вот что, что вот в центральной части, где горы, живут аморийцы, а канонейцы живут возле моря. Но канонейцы это еще и собирательное название. То есть мы нигде не видим, чтобы евреи конкретно воевали с канонейцами. Это что такое общее название? Самый многочисленный народ это аморийцы. Они живут на горе, евреи с ними непрерывно воюют. Теперь у нас есть хеты. Мы помним про хеты, вот, Эфро на хите, Авраам с ним покупает Марата Махпилла. Значит, хеты это не семиты, это индоевропейцы. Кроме того, есть хиви, которые они не семиты, и они, по-видимому, вот эти хуриты, которых пришли из того, что потом будет государство Митань. И у нас такое впечатление, что хеты и хиви это вот тип городской аристократии, потому потому, что они всегда в городах живут. Мы не видим, это хорошо видно, когда рассказ про шхем. Там в городе живут хиви, а вокруг города живут Кнани и Фризи. Дальше. Иусеи это только те, кто живут в Руссалиме. Фризи вообще ни одного рассказа про... Они нигде не появляются сами по себе. И такое впечатление, что призим это ассоциирует у нас с прозором, когда мы читаем Пурим. То есть это как бы люди, которые живут не в городах, а в то есть это может быть даже не народ, а образ жизни. Есть еще и Гергаша. Это про них опять-таки ничего не известно, они где-то сражений с ними никаких нету. И в общем Медраж говорит, что они просто покинули страну, не дожидаясь, пока евреи с ними будут воевать. У нас есть великаны Рафаим, которые там древненечные населения Канаана. У нас есть Кениты, которые потом Китру. У нас есть князицы, вот Калиф Бен Ифуна, Книф Бен Кнас, дружесные народы. Про Кадмуни нам ничего не известно. Про Филистимлин мы знаем, что это они не семиты, они греки пришедшие из Крита, по-видимому. Амлекитяне это наши родственники, но они на юге, они за пределами Рецисраэль, медянитяне сидят на востоке за домом, за Муавом и Омоном, и вот Омон, Муав и дом, восточные соседи. Вот такой обзор народов, которые есть. теперь вот разнообразные списки канадских народов. Еще мы видим, что списки эти разные. В одних из них, вот в первом списке для Авраама 10 народов, дальше 6 народов, вот здесь не хватает хиби, здесь вот наиболее полный список, видите, 7 племен в книге «Двори». И вот те же 7 племен Уэлшуа. Вот Гергашим выпали. Хиби и Луси обычно появляются вместе. Это дает нам основание считать, что они этнически похожи. Мы сейчас увидим. Я вот я хочу проговорить вот про эти два народа, про хиби и про ивусит. Остальных времени нет. И они это то, что меня больше всего интересует. Что нам про них известно? Про хибетов нам сказано, что они живут вот здесь и вот здесь, далеко на севере. Ивусит это Иерусалек. Когда впервые евреи с ними сталкиваются. История с Яковом. Сейчас я буду дальше рассказывать о прохивителе. Вот рассказ, как Яков пришел в город Шхем. Вот город Шхем, Яков это город Шхем, но на самом деле это большая территория. Это мини-государство, что ли. И историю мы знаем. Пришел Яков, поселился в Шхеме, увидел ее Шхем, сын Хамора Хиви, князя той земли. И вот тут мы можем обратить внимание вот на что. Он, этот Шхем, он не царь, а он князь. То есть у них управление в этой стране, оно какое-то странное. у всех царей, а у них Несеим. То есть как бы князь или председателя. Похоже, правление было у Филистинлям. У них тоже не было царей, а были вот такие то, что называется Несеим. И дальше мы знаем, что произошло. Дина вышла погулять, и добром это не кончилось. И вот приходит Хамор, то есть князь Шхема, и разговаривает с Яковом. Вот он говорит ему так, Шхем хочет жениться на моей дочке, и мы давайте породнитесь, мы будем жениться на наших дочерях и так далее, и поселитесь с нами, и землю берите, обрабатывайте, и в общем будем дружить. Дальше Хамор говорит, братья, Яков и братья говорят свои условия, все нормально, только обрезайте, сделайте обрезание. И дальше Хамор приходит в Шхем, и говорит уже жителям Шхема. тут мы понимаем, что он, еще раз, мы видим, что он ведет себя не как царь, а как демократически выбранный начальник. Видите, он говорит жителям города, у ворот. То есть, он не принимает как бы решение такое авторитарное, а собирает что-то типа новгородского вечера и обсуждает предложение пришельца. Давайте сравним, что он говорит. Вот Яков, он говорил, породнитесь с нами, и жителям, и своим друзьям он тоже говорит, давайте породнемся, будем жениться на их дочках, твои наши дочки, давайте. Вот он говорит Якову, селитесь с нами и берите землю. Вот он говорит своим жителям, пускай селятся наши земли и обрабатывают. В общем, говорит то же самое. Но потом он добавляет вот что, это уже своем он говорит, что все их достояние и скот, нам же с этого будет польза, согласимся с ними, и они с нами поселятся. Вот тут все комментаторы говорят, что плевают этого хамора грязи и говорят, что он хотел обмануть Якова и забрать как бы все имущество Якова и его сыновей и то, что Яков и его сыновья потом их всех полбивали, это задело, потому что они обманщики. это комментаторы говорят всего один голос. Но тут мы можем с этим поспорить. И вот в чем фокус. Все комментаторы, что там муда, что средневековые комментаторы, они знали только королевский режим. А в королевстве, в царстве все ясно, царь заботится о своих и стремится надавить, обегорить чужих. Это для комментаторов очевидно, что если Камор говорит жителям Якова одно, жителям города другое, так правда он говорит свое, а обманывает чужаков. Но в демократических государствах может происходить как раз ровно наоборот. Заметьте, что схема это демократическое государство. Демократия, мы знаем, что происходит. Мы можем, причем, там есть разные партии, и каждая партия хочет быть сильнее другой. Вот в Кнесте посмотрите, что происходит. С точки зрения Хамора что выглядит? Приходят чужаки, сильные там, сильных сыновей, и они проднятся с этим Хамором. Это значит, что они усилят его партию. Это ему в общем плюс. И поэтому это ему прямой плюс, что Яков останется. Поэтому не исключено, что происходит наоборот, что Якову говорит правду, а своим вешает лапшу на уши по поводу состояния скота. и то, что смотрите, они же все обрезания сделали. Это не просто так. Для того, чтобы отобрать у евреев скот и богатство, в общем, это слишком большая цена. и в общем, судя по дальнейшему, я хочу увидеть вас, что он искренне хочет, чтобы Яков с ними поселился, и они искренне хотят пройти Георг, вот так это скажем. Заметьте, что было в предыдущем описание. Пришел Яков, купил часть поля, поставил там жертвование, назвал его Келду Кейсраэль. Яков обозначил свое религиозное намерение. Все это жертвование видят. И элита шхема кевицы, они хотят стать евреями. То есть они, по-моему, их желание пройти обрезание и стать вместе в время, оно совершенно искреннее. Но происходит досадное непонимание и их всех вырезают. сыновья Якова после того, как жертвы шхемы сделали обрезание, пришли и их разгромили. Что будет дальше после такого расклада? Мы бы ожидали, что если там кто и остался, то они будут смертельными врагами евреев. а заодно все хивийцы, кто там живет, хивийцы, они будут смертельные враги евреев. Получается не так. Давайте посмотрим, что с этим народом было дальше. Проходит много времени. Иоушево завоевывает Эр-Цесраэль. Вот Иоушево приходит отсюда. И мы знаем, как маршрут завоевания. Это сначала Ерехо, это вот здесь, потом он воюет в центре страны, Айгевон и так далее. Мы знаем все завоевания Иоушево и мы знаем, что он не завоевывал Шхем. Есть список всех городов, которые он завоевывал, Шхема там нет. В другой стране мы знаем, что когда завоевания кончились, вот здесь Шхема, Иоушево собрал все коленные Израиля в Шхема, мы участвуем в Союзе. Такое впечатление, что в Шхеме было дружеское население. Откуда оно взялось? Надо думать, что история о том, что братья вырезали все население Шхема в свое время, она сильно преувеличена. Видимо, там кто-то остался. Не кто-то довольно много. И вся ситуация, которая во времена Иоушева, мы видим, что Шхема был дружеский город. Хорошо, пойдем дальше. Дальше у нас история с Геоном. Заметьте, Геон это тоже хевицы. Вот тот уже как бы вам слышит Глида, вот так скажем. Не было города, который заключил бы мир с Израилем, кроме хевицев, жителей Геона. Извини, поскольку ты перешел, мне очень хочется добавить, просто это не мое мнение, я слышу от некоторых людей, это я сейчас не могла полезть и показать, что речь там Иоушева можно разбить на несколько речей, и там одна из речей явно они считают направленная именно к этим жителям Шхема бывшим, которые говорят выбирайте там, непонятно почему в данный момент он должен сказать им выбирайте а он как раз выбирайте идете типа вы с нами или не идете то есть это те же шхемы которые сделали обрезание так утверждается по некоторым которым я шула обращать большую часть своей речи что их призывает присоединяться или отделиться то есть вырезали не всех там остались живые геры сделавшие обрезание получается так судя по всему так некоторые исследователи так говорят видят это не из этого того что Михаил сейчас описывает а из речи о шо потому что там есть какие-то повторения непонятно чему и они выделяют одну часть что она одна часть обращается к евреям а вторая часть обращается к жителям шхема я когда-нибудь могу не все с этим согласны конечно некоторые возмущаются говорят как можно как можно но это интересно хорошо давайте посмотрим Геон про Геона написано много что мы знаем когда Йошуа завоевал Гаи то пришли вот здесь примерно находится Геон и они сделали камуфляж как будто они пришли издалека Йошуа купился на этот камуфляж и заключился Миссоюз и тут а что же это Йошуа он уже начал завоевывать Эльфа-Сраэль он что рекоменцировку не сделал он что не знал кто где живет как он так легко купился оказывается не так просто где эти самые они сказали вот эти жители Геона пришли из дальней страны а почему он купился а потому что у хивийцев у них был еще один ареал у них был ареал под Хермоном мы это знаем они живут вот здесь Гевон Шхем второе место у них вот здесь на севере под Хермоном и не исключено что они как бы делали вид что они пришли отсюда а это уже другой расклад значит кроме того сейчас мы помним что эти хивии это хурит это из метания это немножко другое время посмотрите вот здесь где-то Гевон вот здесь где-то Хермон а вот здесь где-то государство метания откуда они вроде бы посланцы то есть когда сейчас когда Йошуа говорит с ними когда они представляются из дальней страны они могут иметь ввиду так сказать вообще большого государства метания ну смотрите на это так сказать легко купиться то что они как бы Йошуа не понял откуда они взялись это не случайно у них еще было два ареала когда Йошуа все понял кто они он поклялся что с ними будет мир назначил дровосекольщик могут очерпальщики это мы сейчас поговорим дальше значит что произошло другие цари решили наказать Гевон вот другие цари Гевон Лахиш Хеврон Йовус вот они мобилизовали всех остальных интересно что некоторые из них вот Йовус Хеврон Ярмут у них имена хуридские то есть не скучно что это в общем те же самые народы те же самые хевито-хуриды и помните была битва за Гевона и Йовшуа постоял за Гевонитя на этом на этом история с Гевоном вроде бы кончилась мы переходим к следующему пласту а это история с Шаулем я не знаю вы знаете эту историю или нет которая изложена в паре строчек кто-нибудь знает эту историю которая здесь написана как Шауль уничтожал Гевонитя ну хорошо давайте прочтем значит это в конце книги Шмейр был голод и было пророчество Давида что это за то что Шауль умертвел Гевонитя и позвал Давид Гевонитян поговорил с ними они сказали что Шауль хотел перебить окуренности за сынов Исраиля и Иуда и очевидно перебил а за что вот на иврите это написано в ревность это бы Кенатолий в ней Исраиль в Иуда а откуда такое он что с ума сошел взял и вырезал Гевонитя вот давайте попробуем себе представить его мотивацию этого Шауля посмотрим опять-таки на карту надел колен во времена Иошуа у нас тут вот вот так было поделено на Иошуа вот колено Бениамина и вот колено Дана что мы видим вот это северное колено а это как бы южное и вот здесь колено Бениамина и колено Дана они отделяют то что в будущем станет царством Иуда от того что в будущем станет царство Исраэль видите вот здесь полосочка Бениамина вот здесь полосочка Дана понятно вот теперь то что произошло какой был расклад во времена Шауля во времена Шауля колено Дана здесь не удержалось и ушло на север и осталось одно колено Бениамина вот здесь теперь но между вот этими двумя сейчас а вот видите так сказать в дальнейшем раскол между царством Исраиля и царством Иуда произошел именно по этой линии колено Дана и колено то есть колено Бениамина между Шаулем и Иошу с коленом Бениамина произошли драматические изменения во времена Иошу это было полнокровное колено а дальше произошла история Пелегеш-Багева если мы помним и произошла гражданская война в результате чего все колено объединились против Бениамина и вырезали там всех остались 600 мужчин и им там виноградники в шло отдали жен но в результате это колено тут осталось всего ничего евреев а кто что-то остался остались гивонитяне потому что территория гивона она вот здесь она кириат и арим когда мы читаем списки городов гивонитян они все здесь получилось вот что в этом в этом области она в основном населена чужаками гивонитяне они вроде как бы прошли то ли прошли гивонитяне но они не евреи а вся эта область заселена ими а это нехорошо посмотрите эта область она ключевая она как бы ведь Шаоль что хочет он хочет создать единое царство а это то место где то царство может треснуть а вот видите значит и там должны быть там должно быть еврейское большинство у него рассуждение как достичь этого еврейского большинства нужно гивонитян вырезать тогда значит здесь будет единый монолит евреев ну смотрите товарищ Сталин в такой ситуации просто бы переселил гивонитян куда-нибудь в Неги но тогда таких средств не было значит Шаолев с ними расправился если кто помнит август 68 года если посмотреть на эту карту он видит прекрасно увидит ту же самую мотивацию Советского Союза вот коммунистический блок вот Чехословакия и по ней проходит граница между здесь Германия и Панания а здесь Унгария Румания и Булгария если Чехословакия не была бы социалистической то социалистический лагерь раскололся бы пополам и это был важный аргумент чтобы Советский Союз добился того чтобы Чехословакия осталась социалистической так что аргументация Шауля возможно аргументация Шауля она вполне привычная и когда мы говорим что вот он заметил сейчас он хотел их перевить в ревность за свои сына Израиль и Иуда это мы видим намек то есть если бы это было как бы сказать национальное что-то то были бы только сынов Израиля а сыны Израиля и Иуда это значит политические соображения он хочет чтобы Израиль и Иуда были бы вместе вот такой удар получили ну и что они после этого стали врагами Израиля могли бы но опять таки этого не произошло вот это удивительно значит давайте смотрите сейчас мы вернемся вперед второго храма они были из тех кто вернулись из изгнания то есть оказалось вот здесь вот жители страны что пришли из плена изгнания в Иерусалим написано на юврите по-русски поданных но на юврите написано на тенин на тенин это гемонитяне потому что так как назначил Йошуа времена первого храма они дровосеки иначе подочерк то есть получились получилось что несмотря на все удары которые эти гемонитяне получали от евреев они оставались внутри оставались внутри более оставались вместе с евреями больше чем многие евреи мы знаем что вперед второго храма пришло всего 42 тысячи до начала и среди них были эти самые потомки гемонитян и когда мы смотрим на весь этот народ хевицев то это как бы прототип геров это сколько же нужно вынести геру чтобы так сказать прикрепиться к евреям по-настоящему так сказать оказалось бы что вот получаешь герр и это и попадаешь в богословенный народ получается что столько ударов что невероятно и тем не менее они остались теперь ну можно сказать какую награду за это было получено я не знаю какую награду но отметим вот что смотрите Кевшоу назначил это вот в тот день когда разговор когда он дал пляпу гуманитян назначил дровосерков и начерпил для общины для жертвов господя до сего дня на месте которое он изберет так это Юшоу говорит этим самым гуманитянам когда завоевывается сраиль значит так и какое же место Ашам избрал где был поставлен жертвенник и мешкан и уни теперь когда Шломо собрался строить храм как он понял что нужно храм строить он пошел в Гевон к жертвеннику и там ему явился Господь и сказал строй храм то есть оказалось что Гевон до этого занимал место Иерусалима то есть в общем есть какая-то награда но вот ну я думаю что еще хотел сказать про Иерусеев но ладно это на сегодня хватит тогда на этом все вот такая судьба одного из хрананских народов которые решили стать героем спасибо окей сейчас самое время задать вопросы которые у вас накопились да вроде как бы нету окей вопрос не накопились ну хорошо да но там не все так гладко конечно но интересная идея это геронитяна потому что ничего не гладко в судьбе как бы ничего не гладко да нет в том смысле что Асара и Хасим Алюми Бавель да там причисляются 10 различных типов населения в Талмуде которые пришли из Бавеля но и среди них есть например и геры отдельно а эти на тени отдельно то есть они как бы там как-то рабы шлуму это называется не важно они там на тени имеются ввиду именно геронитяне вот эти те которые откуда вообще мы знаем там ну да во-первых из Эзрия а во-вторых в Талмуде утверждать что это геронитяне которые да но помимо них там герон сам к себе как бы и рабы там и так далее разные и Хасим там есть и кому с кем там можно жениться это чем там занимается но просто поскольку они упоминаются по отдельности все-таки они не в статусе гера ну не важно что мы понимаем под гером это даже непонятно потому что на Эзри мы видим что гер который который понимает сейчас то его нет да конечно но тем не менее как бы такую стаю Талмуд понимает что это не совсем геры это что-то другое у них другая другое определение а что с ним а потом может они уже стали герами непонятно как-то решили себя потому что они как бы при этом общество конечно с народом да понятно мне очень понравилось пример сравнения с Чехословакией это еще раз да да насколько члены полетбюро хорошо знали Танах да кстати я хотела там заметить что Венгрия Венгрия ситуация в одинаковые решения не 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 языка с ивритом окей Миша до этого же был конфликт с Венгрией она точно так же расположена немножко ниже просто на той же карте они тогда не дошли до истории с Шаулем послушайте вот-вот-вот в Унгарии да она прямо тут же такая же самая логика все четко окей а мне больше всего про схем понравилось потому что когда читаешь интуитивно понимаешь что он не врет а уговаривает ну как бы я честно говоря тоже никогда не слышала чтобы кто-то это обосновывал так что спасибо обрезание многие народы делали это был такой героизм тут просто фокус в том что схема это демократия в отличие от всех остальных царств комментаторы это не могли понять потому что в времена демократии не было это мы понимаем как демократия работает а мы понимаем что это совершенно естественно что при демократии обманывают своих а не чужих кстати вот эта история о Вимелах из книги Шуфтим там явно что это не там идет какие-то все время эти самые у них агитации пропаганды различные партии происходит в том же схеме почему если по той версии что там остались друзья Авраама которых он обратил то возможно они как раз там жили в мемократии который Авраам там оставил потом пошел один от них отделился то есть души которые сделали Авраам и Сара он прав это вполне возможно такая версия тоже есть Авраам с Ашххемом у нас конкретно не ассоциируется Авраам это Илон Муре а Ашххем не говорит Ашхем появляется в связи с Яков мне кажется что это было но может быть я ошибаюсь ну я слышал да такую версию ну смотрите для нас изначально эти семьи фантастических народов они всем как бы на одно лицо но потом мы понимаем что с индоевропейскими народами то есть индоевропейцы это Хето Хеви и видимо Евуси с ними как-то налаживается взаимодействие то есть у Авраама друг Авраама с Эфроном не воюет а разговаривает так сказать у него там друзья в Хевроне а там Хето живут так сказать Евусе их никто не прогонял из Иерусалима там а ну про Евусеев тоже можно у меня был в общем это говорит о том ну посмотрите что-то написано то что там просто Милану Фелят Аль Мила Малки Цедак Царя Шалема то есть Иерусалима Адони Цедак это тоже царь Иерусалима а у Давида был первосвященник Цадок и вот который тоже из Иерусалима и вот они говорят что наверное Цадок это может быть был Евусей уж им у него больно такое как у всех остальных такое писание что с Евусей тоже был налажен какой-то контакт видите остались жить Евусе сынаем Вениаминов в Иерусалиме до того всего дня а то что Евусе как бы тоже вот типа там по именам немножко можно посмотреть что у них имена более индоевропейские чем семитские получается что с какими-то финанскими народами евреи как раз установили взаимодействие а с каким-то нет окей ну хорошо спасибо мы на этом подошли к концу правильно